Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем ваш вопрос. Завязались отношения с мужчиной, пишете вы. Ну вот, сразу хочется как-то уточнить, что значит завязались отношения с мужчиной. Завязались это, собственно говоря, как, на основании чего, всеми делами общего, что вы сразу обозначили формат свободных отношений. То есть отношения без обязательств. Вот. То есть, не совсем понятно, что вас объединяет. Да, вы едете в кино, в театр, вы вместе готовите, у вас романтики, это все здорово. Да, но что вас объединяет? Что вас объединяет, что должно вызывать у мужчины уважение к вам, и что должно вызывать у вас уважение к мужчине. Ну вот, не совсем понятно. Поэтому, тут как бы первый момент, что завязались отношения, это понятно, но на основании чего они завязали. Какой фундамент у отношений? Вопрос. Дальше. Он изначально обозначил, что серьезные отношения ему не нужны. Что такое серьезные отношения? Вот смотрите, опять же момент. Вы говорите, забегаете вперед. Вы говорите, что хотите полноценных отношений. Что такое полноценные отношения для вас? Чем полноценные отношения отличаются от тех отношений, которые есть сейчас? По факту. По факту. Почему вы решили, что те отношения, которые есть у вас сейчас, не являются серьезными? На них как никак не посмотри, они серьезные. Да, никто официально на себя обязательств не берет, но фактически они серьезные. Вот только вам этого мало. Вы не чувствуете себя защищенными. Это вопрос к вам. Вопрос к вам. Ну, вопрос к вам, да. Из-за чего вы не чувствуете себя защищенным? Как проявляется ощущение вашей незащищенности? И в чем вы видите угрозу? И чем отличается принципиально, по вашему мнению, серьезные отношения именно для вас? То есть, в чем выражается серьезные отношения именно для вас? Даете ли вы себя отчет в том, что серьезность отношений для вас выражается исключительно в вашем эмоциональном состоянии? К мужчине отношения вообще никакого не имеющего. Следующий момент. Вы говорите. Я проникнусь к нему нежными чувствами. Хорошо. Все это за чувства. Пока я вижу только потребность. Потребность в мышине и потребность в создании отношений. Как вы говорите, полноценно. Ну, к нежным чувствам, центром которых является мужчина, это опять же отношения не имеет. Нежные чувства к мужчине, это нежные чувства к мужчине. Это чувства к человеку, это желание что-то делать для человека. Это желание делать счастливым человеком. Все. Про полноценные отношения, про потребность себя защитить от угрозы со стороны, там, вот, третьей, ну, со стороны его бывшей девушки, защитить себя со стороны создания серьезных отношений, это вообще не про нежные чувства к человеку. Мать. Другое дело, что я вам охотнее поверю в том, что вы привязались к мужчине. В этом я вам поверю охотнее. Но привязанность, это не внешние чувства. Привязанность, это бобревность. Это осознание человеком того факта, что свои желания он может реализовывать через другого. То есть подкрепление, такой безответственной по отношению к своей эмоциональной сфере позицию. Не более того. Дальше. Значит, серьезные отношения ему не нужны, ибо только расстался с девушкой, с которой был шесть лет, гражданский брак. Ну, мне хочется вас спросить, что такое гражданский брак? Что включает в себя это понятие? Гражданский брак это как? А официальный брак, он не гражданский, он военный? Понимаете ли вы, что значит гражданский брак? Что это означает? А значит это фикцию. То есть не такую же фикцию, как то, к чему вы стремитесь. То есть это необходимость как-то назвать отношения. Как-то на них нависит ярлык. Но что гражданский брак в течение шести лет та. Что ваши отношения здесь. Принцип один и тот же. Мужчина не хочет до конца брать ответственность на себя, за своего партнера, за девушку, которая рядом с ним. И не важно, что это за девушка вы или его бывшая девушка. Мужчина боится обязательств. Мужчина боится обязательств. Вот и все. Гражданский брак это не совсем понятно, что это. Дальше. Отношения, которые делились у человека шесть лет распали. Хорошо. Но они распались, как справедливо заметил мой коллега по каким-то причинам. И вряд ли эти причины в отношениях с вами исправили. Дальше. Мужчина только расстался с девочкой. И сразу начал встречаться с вами. По факту он не побыл один. Не собрался с мыслями, не преанализировал, не сделал выводы, не изменился. То же самое касается и вас. Вы пишите, я тоже после расставания была. Расставание произошло из-за каких-то причин. Расставание произошло в результате вашего определенного поведения, которое было вами выбрано. И вы получили опыт. Но вы его ни разу не осознали. Вы в нем ни разу не разобрались. Вместо этого, чтобы побыть одной, собраться с мыслями, вместо этого вы сразу завязываете новые отношения. И все паттерны поведенческие, которые у вас были активны в предыдущих отношениях, перешли в это. И так же это справедливо и для мужчины. Ваше. Забегая чуть вперед, хочу сказать. Вам 23, ему 30 лет. Разница в 7 лет. В вашем случае разница в 7 лет достаточно серьезная. Вы злого мужчину очевидно воспринимаете как некого. ведома, ведущего, некого, такого вот, некую фигуру, на которую вы смотрите снизу вверх. Короче говоря, родителям. Почему вы выбрали мужчину, сдающего себя на 7 лет? В этом вот. Нужно выяснять. Опять же необходимо понять, какая природа у ваших отношений. И вы же не пишете об этом ничего. Какая у вас природа? Все вас объединяет. Как вы видите мужчину? Как он вас видит? Непонятно. Вот я, например, могу сделать вывод, что вы к нему приблизались. Вы младше с него на 7 лет. Вы видите в нем своего отца. Ну, родительскую фигуру. Возникает вопрос, почему вам нужна родительская фигура? Чтобы сидеть как ребенок. Чтобы выражать свои чувства, желания и прочее. Чтобы быть более свободным. С ним вы более свободны. Возникает вопрос, почему вы не можете быть свободны постоянно? В тем ограничением. Что подавляет вас. Нет или проблему глобальную вы пытаетесь решить. Дальше. Так. Значит, я тоже была под представлением и согласилась на такой формат отношений. Но в этом нашем формате не только постель. А почему вы считаете, что несерьезные соотношения это обязательно постель? Это ваши взгляды. Это ваш определенный стереотип, что несерьезные соотношения проявляются только в постели. Или посредством постели. Мы едем в театр кино на выставке. Он помогает мне финансово. Я остаюсь у него в квартире по несколько дней. Вместе готовым. Романтики. Этп. 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 Но это продолжается уже в седьмом месте. Но в апрельном формате свободных отношений. Как это проявляется? Это раз. Почему вы хотите других отношений? Это два. Как это связано с тем, что вы чувствуете к человеку? Это три. Я понимаю, требовать от него чего-то больше нечестно. А хочется требовать? На каком основании? Какие желания лежат в основе того, что вам хочется требовать? Видите? Здесь идет тот же самый конфликт, что у вас, вероятно, происходит достаточно часто. Вы чего-то хотите, и вы себя пресекаете. Вы чего-то хотите, и вы себя пресекаете. Мужчина, поэтому вы старше вас. Вы надеетесь, что он-то пресекает то, что вы хотите. Не будет. Так, я изначально рисоман согласился на правила его игры, но ситуация изменилась в том, что я уже успела проникнуть нежными чувствами. Так, ну про нежные чувства я уже говорил. А вишенкой на торте будет следующее. Его бывшие до сих пор присутствуют его жизнью, манипулируют вещами. Вот эта квартира очень-очень медленно. Из-за этого имеет доску квартиру. Ну и что? У нас там разговоры уже были и неоднократно заканчивались ссорами, мы с тобой не в отношениях, мы с тобой перегибались. А какие разговоры? В чем важна проблема, что его бывшие присутствуют в его жизни? Если у вас свободные отношения. Я вот что-то не понимаю. Свободные отношения, его бывшие присутствуют. В чем проблема? Вы ревнуете? Вы не уверены в себе? Вы боитесь? Все. Все. Проблема. По поводу чего? Разговор. Дальше. Из-за чего ссора? Какой вы вносите вклад в ссору? Как вы конкретно ссорите? Если это разобрать, ссориться вы не будете. Так у вас вот одно противоречие на другое накладывается. Одно на другое. Одно на другое. Понимаете? Дальше. Могу ли я медленно и ссапой все-таки склонить его к нормальным полноценным отношениям? Вы сперва расскажите, что такое нормальные полноценные отношения. И как это связано с тем, что вы питаете нежные чувства к человеку? Что да? Может быть и да. А как быть с этой надам? Чтобы что? Как быть чтобы что? Чтобы она не присутствовала в его жизни? Никак. Никак. Она присутствует в его жизни, потому что присутствует. Она часть в его жизни. Это нормально. А тут проблем в дом, что вы не уверены в себе, ревнуете и так далее. И вот вам нужно задать себе вопрос, почему я ревную, и почему я боюсь его потерять. Ведь если человек, например, уйдет к этой надам, он будет счастлив. Да, это безусловно грустно. Безусловно будет грустно. Но страха не будет. А вам страх. Значит что? Вы пытаетесь решить свои какие-то проблемы за счет молодого человека. В отношении к этому неприемлемо. Вот и вопрос. А не выливнуть эти свой вклад в то, что не выходит в нормальных и серьезных отношениях. Может быть нормальных и серьезных отношений у нас и нет. Потому что ни один из вас на данный момент не обладает теми ресурсами, которые могли бы создать серьезные отношения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует. Это место. Эта место. И это место. Трудно.